Добрый вечер, дорогие друзья! Мы очень рады видеть вас в этом зале на концерте, посвященном юбилею выдающегося музыканта, блестящего исполнителя, пианистки, талантливого педагога и замечательного человека Раисы Евгеньевны Илюхиной. В концерте принимают участие лауреаты международных конкурсов, ученики и выпускники Раисы Евгеньевны. В программе концерта было заявлено выступление студентки 4 курса Анастасии Шиш, но, к сожалению, выступление снято по причине болезни, ее Настя готовила концерт Шумана, поздравления, но позавчера ее госпитализировали. Мы желаем ей скорейшего выздоровления. Итак, наш концерт проходит под знаком «Учитель и ученики». Имя Раисы Илюхиной заслуженной артистки России, профессора, заведующей кафедрой специального фатпианы нашего института, хорошо известна во многих городах России и за рубежом. Ее приглашают выступать с концертами. Она проводит лекции и мастер-классы в учебных зарядениях Приморского и Хабаровского края, Амурской и Читинской областей, Сахалина, Китая и Карелии. Такая востребованность объясняется тем, что на протяжении вот уже более 50 лет Раиса Евгеньевна занимается обучением пианистов на всех ступенях образовательной системы школа, училища, вуз. Детской музыкальной педагогике Раиса Евгеньевна посвятила всю свою жизнь. Преподавать в музыкальной школе она начала в будущем еще студентке училища, в белокласс в Орловской детской музыкальной школе номер 3. В 1984 году Раиса Евгеньевна познакомилась с Анной Даниловной Осовалевской и ее методикой работы с одаренными детьми в Центральной музыкальной школе Примосковской консерватории. В Владивостоке Раиса Евгеньевна работала в детской школе искусств номер 1 имени Сергея Прокофьева, в музыкальной школе Приморского краевого колледжа искусств. Сейчас она имеет свои классы в детской школе искусств, института искусств и в филиале Центральной музыкальной школы Приморск. И не случайно открывает наш концерт музыкальным подарком своему учителю «Самый юный ученик». Выступает Дарья Гусева, ученица 2-го класса филиала Центральной музыкальной, класс профессора Илюхиной Раисы Евгеньевны. АПЛОДИСМЕНТЫ Девушки, маленький негритенок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнал... Симон. 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 Бал принцессы Турантут. Так вот, я думаю, сегодняшний бал, сегодняшний концепт, который в честь Раисы Евгеньевны дается, он покруче театрального. Потому что на театральный приходят артисты из разных театров. А сегодня на сцене выступают ученики Раисы Евгеньевны. Это ее труд, ее многолетние упорства, старания и, главное, ее талант. Вот эта искра Божья, которая в ней, знаете, вот сегодня соцены прозвучали правильные слова, что она для многих является примером, не только для своих учеников, но и для своих коллег, для тех, кто знаком с ней. И вот мне посчастливилось работать с Раисы Евгеньевны, сотрудничать с ней. И это огромное счастье для меня. Поэтому искренние поздравления, пожелания творческого долголетия, вдохновения, счастья, радости и, конечно, здоровья. Спасибо. Раиса Евгеньевна ведет большую просветительскую работу и оказывает металлическую помощь преподавателям музыкальных школ города «Играя». Играя является спикером педагогических конференций по вопросам сохранения традиций классического музыкального образования юного поколения. Ее регулярно приглашают для работы в жюри престижных конкурсов. Является автором двух монографий и десяти статей по проблемам современной сортпианной педагогики. Задачу высшего музыкального образования Раиса Евгеньевна ведет в том, чтобы воспитать абсолютно самостоятельного музыканта, выявить его индивидуальные качества и сформировать как исполнителя, преподавателя и концертмистера. Среди коллег Раисы Евгеньевны в институте работают ее выпускники Елена Бельчук, Людмила Песня, Мария Кузнецова, Иван Кулимовский, Георгий Андреенко, Парноблазки. Джордж Гершлин «Три прелюдии» исполняет Мария Кузнецова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 От Вас исходила такая мудрость, такая любовь к людям, к музыке. Благодарю Вас за все. Очень Вас люблю. Мы видим, какая недавна. Суберенец. А сейчас поздравление из Китая от почетного профессора Дальневосточного государственного института искусств Суи Ильц. Позвольте зачитать поздравительную телеграмму. Уважаемая Раиса Евгеньевна, поздравляю вас с вашим юбилеем. Желаю вам крепкого здоровья, много счастья, успехов. Мы с вами очень счастливы, что учились в вашем классе. Вы учили нас не только искусству игры на рояле, но и давали жизненные напутствия, как родная мама. Очень скучаем по вам. Целуем и обнимаем. Ваши студенты Суи Иль и вам тянет. У Суи Иль очень длинные руки. Цветы из Китая. В числе воспитанников Раиса Илюхиной есть представители Китая и Кореи. Среди них зав. кафедры специального фортепианного университета города Сямы Ван Цянь. Профессор Карбинской консерватории Гао Вэй. Преподаватель музыкальной школы в городе Сямы и владелец нескольких музыкальных школ в Китае Суи Иль, который является почетным профессором нашего института. Доценты Карбинского института искусств Гао Юань и Пэй Фэй. В Южной Корее, Усане и Сеуле работают выпускники Джун Кен Цук и Юн Хи. Со всеми выпускниками Раиса Евгеньевна стараются поддерживать творческие связи. Говорят об учителе, судят по его ученикам. Несомненно, ученики являются носителями и хранителями принципов и традиций школы. Но самое главное, по мнению Раисы Евгеньевны, что должна предоставлять ученику педагогика-мастера, это прежде всего возможность самостоятельно пойти вперед по тому пути, который он для себя выбрал. Александр Скрябин, соната номер 4. Исполняет солист Приморской краевой филармонии Анатолий Медведев. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Спасибо. 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 Вы знаете, я очень люблю своих коллег. У меня вообще прекрасное веление, мы с ними по-всякому. Бывает, как говорится, но в целом у нас очень хорошая обстановка. Мне кажется, в целом у нас творческая обстановка. Поэтому давайте продолжим. Давайте. Спасибо. В заключении концерта прозвучат два романца Раисы и Юлины. С юношеских лет Раиса Евгеньевна занимается сочинением музыки. Сына увлечения композиции и привело ее в класс Юрия Понизовкина, который курировал Огловское музыкальное училище и там впервые познакомился с Раисой Илюхиной, которая, будучи студенткой третьего курса училища, показала ему несколько своих произведений. В своей композиторской деятельности Раиса Евгеньевна унаследовала позицию программ своего учителя, который воспитывался в понятиях старой школы, когда для пианиста непременными были занятия композицией. Среди своих сочинений у Раисы Илюхиной насчитывается 30 романцев, музыка для ансамбля скрипачей, произведения для биологичей, цирк-пиано, хоровые сочинения, мини-опера. Раиса Евгеньевна разработала авторские программы по дисциплинам основы композиции и практическая импровизация. В последние годы Раисе Илюхиной написано 4 вокальных цикла. «Песни о России» на стихи разных поэтов, «Контрасты» на стихи Зинаиды Гиблиус, «Глубин бездомных зеркала» на стихи Марины Цветаевой, любимой поэтессы Раисы Евгеньевны, вокально-инструментальный цикл «Посвящение Пушкину», написанный двухсотлетию со дня рождения поэта. Сейчас роман с Раисой Илюхиной исполняет ее дочь Варвара Комаровская, выпускница двух московских академий имени Гнесиных и хорового искусства имени Попова. В настоящее время Варвара Комаровская преподаватель кафедры вокального искусства нашего института, концертирующий вокалист. Плодом совместной работы этого творческого дуэта стали уже 15 концертных программ. Музыка рождается во мне помимо моей воли, и я записываю только то, что слышу внутри себя. Сочинять для меня так же необходимо, как дышать. Поэтому занятия композиций являются для меня тем, без чего я не могу жить. Раиса Илюхина Я приглашаю на сцену лауреата международных конкурсов Варвару Комаровскую. Романс «Я вас любил» из цикла «Позвещение Пушкина» «Я вас любил» из цикла «Позвещение Пушкина» 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 Как разгревно, так нежно. Отдай, Мамба, любимой быть другим. Я воскревен, так воскревна, так нежно. Отдай, Мамба, любимой быть другим. АПЛОДИСМЕНТЫ Засыпает роза на стихи Мальмонта. АПЛОДИСМЕНТЫ Засыпает роза на стихи Мальмонта. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Аплодисменты 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 Уважаемая Раиса Евгеньевна, примите самые теплые и сердечные поздравления с юбилеем. Ваша педагогическая деятельность несет просветительское обучающее начало, в котором представлен высокий исполнительский уровень и мастерство ночной эпохи. Ваше стремление сохранить академические исполнительские традиции российской музыкальной культуры, неизменная любовь и верность музыки помогли вам заслуженно стать известным солирующим исполнителем на Дальнем Востоке. Желаем вдохновения, творческих сил и успехов в вашем замечательном туре. Спасибо большое, что несмотря на все сложности, которые мы сейчас испытываем. Спасибо вам. Поэтому я сегодня, наверное, подвела какой-то итог. Будет он последним или нет. Говорит, с ним не решать. Но я настроена продолжать дальше. Спасибо. Спасибо.